В Карагандинской области штрафуют тех, кто отказывается убирать снег. За зимний беспорядок наказывают бизнесменов, жителей частных домов и дорожников. Последних за ненадлежащее содержание автодорога штрафовали уже на полтора миллиона тенге. Марина Золотарева расскажет. Погодные аномалии, метель, оттепель и резкое похолодание закончились три недели назад. Но карагандинцы до сих пор преодолевают снежные и ледяные барханы. И если центральные улицы и проспекты почистили коммунальщики, пешеходные дорожки вдоль магазинов до сих пор представляют опасность. Во многих местах очень скользко, у меня даже пару раз упало и очень даже опасно для здоровья. Наверное, частные объекты они сами должны смотреть, потому что даже их видят. Сами хозяева должны позаботиться об этом, потому что это в их интересах. Люди должны заходить в магазины и не бояться о своих здоровьях. Вы знаете, некоторые хорошо чистят, но в основном, конечно, не очень. Видимо, они хотят тратиться, да, к тому же. Есть же вон соль вот эта вот с кальцием посыпьте, и оно само разлезется. Должно все продумано быть с осени, я так считаю. Но они, наверное, должны их собрать, собрание, предупредить, прежде чем как-то штрафовать, как-то наказывать. Полицейские обходят дозором торговые центры, аптеки, кафе. За территорию возле них отвечают владельцы. Первый раз стражи порядка предупреждают, потом ударят по карману. За нарушение правил благоустройства штраф свыше 100 тысяч тенге. Просто вот этот лед надо будет вам отпить, украть. Мы даже не спорим. Дорожные полицейские организовали чистые патрули. Проверяют содержание областных автодорог, чтобы не было наледи, занесенных участков и колеи. За чистоту дорожного полотна отвечают 9 компаний. Выдаются предписания и акты обследования, в котором указываются все имеющиеся недостатки, сроки их устранения. Также направляются информации в местные исполнительные органы. Дорожники уже штрафованы на полтора миллиона тенге. Десяти бизнесменам, которые экономят на дворниках, пришлось вычесть из прибыли по 100 тысяч тенге. Также наказаны более полутора тысяч жителей частных домов, которые не вывозят снег со своих территорий. Напомню, все они продолжили нарушать правила благоустройства после первого предупреждения. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зуб и Харк, Аргандинская область, Хабар, 24.